Вот, я допустим хочу сделать чехол для ножа, да, хочу, хочу его сделать и выкроек не найти, кожи не найти, все очень дорого, все очень стрёмно, блин, я не знаю, по-моему это какая-то, ну, нерезрешимая ситуация, чувак, ну вообще, вот просто не знаю, что с этим, блядь, делать. И всем здрасте, всем привет, с вами Речик Вульф и в этом видеоролике у меня будет та же вставка, да, 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 я негодяй, в общем, будем делать новый чехол для старого ножа, давайте начинать. И начинать мы будем, пожалуй, с того, что неоспоримым преимуществом длительной работы является то, что у вас накапливается и база знаний, и база некоторых предметов, которые вы делали ранее. И вот ко мне попали ножны, попал даже целый нож, там на переделку ручка была, но попали, соответственно, и на его чехол тоже ко мне в мои чёрные руки, я на него посмотрел такой, покрутил его в его, его в руках, в его руках, в общем, посмотрел, понял, что я это просто не могу так оставить, не могу его вернуть в таком виде, поэтому выбрасываем это говно и делаем новое говно. Ну ладно, если серьёзно, то понятное дело, что это не говно, нормальный чехол, просто он старенький, и понятное дело, что сейчас я могу сделать лучше. Начало любого, любого чехла, это всегда у нас, что правильно, выкройка. Выкройка это вещь, с которой всё начинается, и ей в целом закончится, ну, ваши страдания должны закончиться на стадии бумаги. Склеиваете, вырезаете, вооружаетесь малярной лентой, она просто непреложная вещь, ровно как, наверное, и ножницы. Всё это гораздо удобнее делать, ну, на бумаге, чем на коже, это же очевидно. Вот накладка вторая, которая будет у нас посвящена крепежу чехла для ремня. Как видите, всё уже подогнано, всё уже аккуратно, вот. Естественно, всё это долго, это вот надо сесть, выделить, допустим, ну, пару часов там, или вечер, в зависимости от опыта, и всё это дело аккуратненько вырезать. Это очень важный элемент, если вы на стадии выкройки допустили ошибки, то на стадии сшивания у вас просто всё пойдёт. Ну, ну, вы просто запортите заготовку, изрежете кучу кожи, и всё будет напрасно, результат будет разочаровывающим. По поводу кожи немножко должен вам сказать, вот здесь я, кстати, выкладываю, видно, что размеры должны примерно вот так различаться между накладкой и основным чехлом. Это связано с тем, что кожа толстая, когда она будет оборачиваться, ну, вокруг чехла, естественно, если вы сделаете, ну, впритык размер, то её просто не хватит. Вот. Есть недорогая кожа, которая почему-то незаслуженно презирается, называется вороток. Она очень бюджетная, вот, простой канцелярский нож, да, вам в помощь для нарезания всего этого, самый обычный, самый дешёвый буквально. Он острый, он хорошо подходит. Просто, ну, не забывайте о том, что кожа есть растительного дубления, она стоит просто каких-то огромных сумм. И есть недорогие, например, вот тот же самый вороток, вот я его выложил. Ну, это нормальный кожаный чехол будет, который однозначно можно сделать лучше. Естественно, я за кадром всё это вырезал, потому что, если честно, я не очень представляю, как всё это делать. Ну, чтобы это было и видно хорошо, как это всё дело делается, и чтобы это было видно хорошо, как... Что получается? Ведь ваш же всё-таки результат интересует. Видите? Да, с размером я чуть-чуть прогадал, и подрежу уже на другом этапе, на этапе сшивания. Вот, мы берём ножик, прикладываем, естественно, он обёрнут. Видно, что запас остаётся хороший. Это здорово, это супер, это замечательно. Значит, что, ну, проблем в дальнейшем возникать не должно. Это, ну, потрясающе. Понятное дело, что с первого раза у вас это может не получиться. Да, видите, здесь всё впритык. Это тоже важно. Старайтесь работать без перерасхода кожи. Вот. Красота. Не, я прям очень-очень-очень люблю делать чехлы, особенно если это кому-то подарок, подарок кому-то близкому. Это вызывает ещё больше удовольствия. Вот такая будет пирография. Естественно, я её сделаю явно посложнее, чем от того, что было. Тоже, видите, всё взято и склеено на малярочку. Всё это собрано из разных картинок. Так, 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 фокусируйся, фокусируйся. Такой вот у меня органайзер есть, собранный из того, что было. Вот. Первым мы будем использовать тут и вторым. Ну, в общем, вот этими штуками мы будем сейчас обрабатывать с края. Всё. Оно не просто так мельтешило всё это время в кадре и во всяких там перебивочках, и, по-моему, оно ещё на всех картинках присутствует на фотке. Вот. Всё это строго используемый инструмент. Поэтому мы его, несомненно, применим. Этот торт с белым подрезают краешки, для тех, кто не знает. Если не подрезать края у кожи, то они будут со временем загибаться, и, ну, она просто повреждаться будет гораздо сильнее. Желательно все края скруглить. Это, ну, и вдобавок придаёт более такой изящный вид изделию. Кстати, мне очень-очень неудобно сейчас вот это всё делать, потому что камера занимает то место, где должна быть, блин, моя голова. Так что, ну, мне не очень удобно. Тортбилл острый получился. Я его выточил из сверла. Как видите, кромку он снимает. Кромка получается аккуратная. Поехали дальше. Итак, что у нас дальше? Дальше делаем кромочки, естественно, на всех остальных деталях, которые будут собраны. Тортбилл, то есть, видимо, ну, не знаю, почему его так называют. Ещё по-русски это кромкорез, если будете самодельно что-то делать. То всё это продаётся на Алиэкспресс, естественно, можно это взять, но есть такая вероятность хорошая, что инструменты придут очень сильно тупые. Прямо совсем. То есть он вот так, как сейчас, он снимать, естественно, не будет. На прямой линии, как видите, гораздо лучше заметно, что оно снимает такую тоненькую полосочку, такой треугольничек выбирает. Вот. Такая фигня. Надо отказаться от слова «вот». Я слишком часто его говорю. Давайте придумаем другое слово «паразит». Какое-нибудь... Даже не знаю. У меня с этим проблемы. И со многим другим. Короче, подрезаем краешки, приводим всё в порядок. Обратная сторона органайзера посвящена у нас пробойникам и вообще шитью. Тут вот нитки, катушки, их не очень хорошо видно, но сейчас я разверну, будет получше. Без пробойников я не рекомендую заниматься шитьём. Совершенно. Сверлить свёрлами и чё-то ковырять шилом – это извращение. Просто сказочное извращение. Пробойников нужно хотя бы три размера, потому что, видите, ну, в повороты, в повороты, вписываются широкие пробойники приблизительно никак. Пробив отверстие, а пробивать это гораздо лучше, ну, например, на какой-нибудь деревяшке, которая вам не сильно нужна. Главное, чтобы она была достаточно мягкой, чтобы она не калечила ваши драгоценные пробойники. Вот опять это слово. Короче, вот эта штука, вы спросите, ты же её не вырезал на камеру, откуда она взялась? Вы когда краешек обрезаете, остаётся вот этот запас. И это будет вкладка. Если её не делать, то рано или поздно какой-нибудь придурок ваш, да, или вы неаккуратно возьмёте, вставите нож в чехол и просто разрежете нитки. Как видите, здесь две дорожки у меня пробиты под шитьё. Это связано с тем, что я что-то как-то распереживался, что лезвие идёт слишком близко и пробил её по соседству. Естественно, всё это обрежется, этого будет не видно. Как видите, опыт не предохраняет в 100% от ошибок. Шьём двумя иглами с идеальным швом. Настало время поговорить о копирке или трансферной бумаге, как хотите называть. Я вот такую использую, вот её видно. Сейчас, 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 и вот название. Продаётся она в любом супермаркете или какой-нибудь там канцелярский магазин. Она непреложная деталь, эта вещь, ну, чтобы переводить на кожу рисунок. Естественно, малярочкой мы защищаем края, за которые будут держаться вот эти вот канцелярские, кстати, тоже зажимы. Если этого не сделать, то синие, уродливые вот эти полосы отпечатаются там, где они и должны быть. И барабанная дробь, барабанная дробь. Убираем зажим, убираем второй. И смотрим, что же у нас получилось. Не намазывал ли я где-то? О-о-о-о, да, получилось отлично. Мне нравится. Ну, а нравится ли вам? В принципе, это хороший вариант, как говорится, чтобы бросить смотреть это видео, если вам не нравится то, что вы сейчас перед собой наблюдаете. Ладно, это я шучу, конечно. Но красиво же. По-моему, да. Дело за малым. Осталось вооружиться выжигателем. И все это дело выжечь всего-то. Всем фанатам Powerwolf посвящается. Ладно, я угораю. Кейс для выжигателя. Кейс для выжигателя. Кейс для выжигателя. Кейс для выжигателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И да, я всё выжик за кадром. Первый блинкомом. И там оказалось слишком много моего ебала в камере. И слишком мало в камере работы. К сожалению, надо, наверное, в боксе так же это делать. Показываю, как размечать отверстия. Можно намечать, размечать. Короче, иголочкой, если не хотите повредить слишком кожу. Потому что пробойник имеет свойство всё-таки подрывать чуть-чуть. Тем более, что сейчас разметка приблизительная. Сами понимаете, мы будем сейчас всё это дело загибать и сшивать. Вот. Не орите там сильно в комментариях. Короче, лишнее попало в кадр. Пришлось немножко пошаманить. Но, надеюсь, всё, что я увидел, я вырезал. Всё. Красота. Поехали. Так. Ещё один важный момент. И та верхушка я пришил. Всё у меня получилось. Смотрите. Когда вы вот эту вкладочку делаете, привяжите её, допустим, белой ниткой. Вот так вот, чтобы она не съезжала. Прежде чем всё это вместе сшивать. Она ещё съедет. И может вас очень сильно это подвести. И прошло каких-то 4 часа. Лёгкого того я всё сшил. Сейчас покажу такую штуку. Такую штуку, как расклёпывать вот эти вот самые кнопочки, если у вас нет специнструмента. Берёте, вставите, прижимаете, берёте отвертку крестовую, и лучше побольше, чем это даже у меня есть, и расклёпываете. И вот что у нас получилось. По-моему, весьма достойно. Явно не хуже того, что было. И однозначно лучше. Я просто мастер логики, я знаю. Я вот что понял. Во время этих юморных, блин, вырезок, зарезок, всяких прикольных элементов, я понял, что это офигенный способ просмотреть ещё и узор по-другому. Во, видите, всё открывается, всё плотненько сидит, аккуратно. Чехол очень тугой пока что, но это абсолютно нормально. И да, вот этот прекрасный клинок. Вам же интересно было, как ножик выкатит. Это вот один из первых, одна из первых моих работ. Больстер из рога лося, дерево, дуб. Ой, дерево, рукоятка, блядь! Да, тот самый затрапезный акрил из первого ролика. Берём и аккуратненько промазываем все торцы, защищаем кожу от влаги. Так, всё покрасили, берём воск. Например, самый простой обувной, без разницы. Скручиваем очень чистую тряпочку, например, в моём случае это бинтик, и втираем. Воск надо втирать, а не намазывать, блядь, как мужик паштет на хлеб, то есть жирным слоем накидывать сверху. Воск втирают, иначе он не имеет никакого смысла. Круговыми движениями, хорошей чистой тряпочкой. Значит, наш чехол готов. Вот, тут внизу есть дополнительное колечко, чтобы ножны не болтались, если... ну, для того, чтобы крепить на битре шнурком. Как видите, воск очень сильно подчёркивает все узоры. Это, кстати, касается и недостатков, поэтому старайтесь, но не допускать ошибок. По крайней мере, стремитесь к тому, чтобы их был минимум. И да, я специально-специально не показываю сравнение с предыдущими, потому что это было бы просто нечестно, по отношению хотя бы к самому себе. Если вам понравилось это видео, если оно показалось вам полезным, или хотя бы просто смешным, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, и оставлять комментарии. Ютубу это нравится, это нравится мне, я всем отвечаю. Спасибо за просмотр. С вами был Рещик Вульф. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok